Медицинские учреждения Ульяновской области в ближайшее время ждет преображение, благодаря средствам, которые выделяет федеральный центр. Какие именно работы планируется провести, проконтролировал помощник, полномочный представитель президента ПФО Сергей Морозов. Так, главврач городской поликлиники номер один имени Кирова Инна Чигерева рассказала, что их учреждению было выделено 77 миллионов рублей в рамках программы по углубленной реабилитации людей, перенесших ковид. На эти средства планируется провести обновление оборудования. В первую очередь, система рентгеновской компьютерной томографии. Ну, приблизительно вот эта стоимость планируется. Вот территория нашей поликлиники, вот мы сейчас с вами здесь находимся, во дворе есть здание, ну, бывшепрачечное. Оно сейчас не используется, это здание бывшепрачечное. И проведя там капитальный ремонт, мы планируем там развести компьютерную томографию. На проведение капитального ремонта из областного бюджета нам выделено 10 миллионов рублей. Этих средств достаточно. Поддержку от федерального центра получает и Ульяновская областная детская клиническая больница, которую также посетил Сергей Морозов. По словам главврача больницы Алексея Кузина, на эти средства они планируют провести капитальный ремонт приемного отделения по всем современным стандартам. В рамках ремонта планируется оснащение, во-первых, выделение дополнительных площадей, увеличение приемного отделения. А мы здесь будет капитальный ремонт, сноситься стены, новый кабинет устроится, что позволит увеличить площадь приемного отделения. Здесь же будет располагаться диагностический блок. Соответственно, чтобы все диагностические манипуляции, в связи здесь, будет приобретено как раз дополнительное диагностическое оборудование, плюс оснащение операционного блока и противошелкового блока на общую сумму около 24 миллионов рублей. Тему выделения федеральных средств Сергей Морозов затронул и на экспертной площадке «Медицина» введение стандарта социальной ответственности предприятия реального сектора экономики. Помощник Полпреда напомнил, что их выделение стало возможным благодаря ходатайству партии «Единая Россия» перед федеральными органами исполнительной власти. Само заседание экспертной площадки прошло следом за федеральной стратегической сессией по обсуждению предложений в народную программу партии «Единая Россия», посвященной различным перспективам развития здравоохранения, в том числе тем, что ранее озвучивались и в Ульяновской области. Например, возможности земским докторам и фельдшерам устраиваться на работу в своих муниципалитетах, внедрению программы «Медицинский автобус» для подвоза пациентов из дальних районов и многим другим. А значит, мы должны найти с вами варианты решения, которые позволят всей нашей замечательной системе здравоохранения, всем нашим замечательным медикам, врачам, среднему медперсоналу, стать еще более человекоориентированными или, как вы говорите, пациентоориентированными. То есть, такой вот системой удобной, комфортной и, несомненно, очень доступной для любого. Одним из инструментов такой доступности должен стать стандарт социальной ответственности предприятия реального сектора экономики, недавно разработанный в Ульяновской области. Он призван стимулировать работодателей не только к увеличению зарплаты, но и к созданию социальных условий для сотрудников. При прочих равных условиях по зарплате, сегодня многие предпочитают выбирать наличие социальных условий. Какой социальный пакет? А есть ли какие-то, допустим, для нас преференции? Спортивный зал, возможность занятия спортом, здравоохранение, возможность лечиться где-то и так далее. То есть, люди все больше и больше начинают предпочитать вот этот социальный пакет. Внедрение дополнительных социальных условий для сотрудников в новом стандарте подразумевает поощрение для работодателя со стороны властей. Например, увеличивать число баллов для социально ответственных предприятий при участии в конкурсах на госзаказы или освобождать от региональных проверок. А меры поддержки сотрудников, которые могут применяться в рамках стандарта, участники дискуссии смогли озвучить лично. Так Сергей Морозов предложил вспомнить советский опыт. На предприятиях тогда лежала и существенная доля социального обеспечения населения. Помните, наверное, да? Это и выплаты пособий, и, так сказать, там, выделение жилья, так сказать, там, и масса-масса-масса других вещей. Сегодня, к сожалению, не так. Ну, в большинстве предприятий не так. Другие возможные меры соцподдержки и медобеспечения прямо на рабочем месте были озвучены главврачами ульянских больниц и представителями работодателей. К примеру, было предложено при поддержке государства возродить здравопункты на предприятиях с большой численностью сотрудников, найти возможность для дополнительной соцподдержки бюджетников, которую сейчас их работодатели практически не могут осуществлять. Предложенные идеи будут систематизированы, и лучшие из них смогут попасть в народную программу партии «Единая Россия». Игорь Влитин, Артем Куранов, Управда ТВ.